Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, ребят, я бы никогда не смог подумать, что буду делать подобный ролик на своем канале, блять, потому что это настолько однозначно, это настолько должно быть понятно абсолютно всем людям, которые смотрят данный видеоролик, неважно, ты ДЦП по Таудодик с Тремером Рук или кандидат филологических наук имени Убером Оригинала. То есть это должно быть понятно всем, блять, что, ну я, блять, я не понимаю, просто понимаете, вследствие последних конфликтов я понял, что есть люди вот на уровне тупости Владислава Павлова, я это понял, я в самом деле, по всей видимости, это все GTA-самп-ютуберы, блять, за исключением там некоторых человек по типу Донкозор Лаунжа, Донкозор Лаунж, кстати, не тупой, могу вам это сразу заявить, он достаточно, ну, знаете, такой эрудирован в некоторых сферах, ну, прям, ну, нормально, вот. Донкозор Лаунж прям респект, мне кажется, вот, однако, вы знаете, то есть настолько понятно, блять, настолько, сука, я не понимаю, самперы, они просто, они не могут в гиперполизацию, блять, в очевидную гиперполизацию они абсолютно не могут, то есть, ладно там в постиронию, в еще, в что-то, я могу понять, что это достаточно сложно для понимания отличить сарказм, шутку и правду, потому что это все постироние, что я сказал, но для самперов это чуждо. Еще, блять, они так уверенно заявляют, ну, в частности, человек, который я не буду называть, такой, бля, не, ну, если бы на канале за Данте Семена была постирония, я бы это понял, блять, большинство видеороликов, большинство высказываний, блять, это ебаная постирония, блять, пиздец, это просто пиздец, когда я называю ролик, блять, там, я не знаю, Данте Гей, Фит Ангел Касада, там, Лучега, Кей Княж, Азот, сука, и вместо голосовых сообщений вставляю какие-то их реплики, блять, говорят, что я подделал голосовые сообщения, вы что вообще, дауны, блять, какие же ебаные дебилы, и еще говорят, блять, скинь пруф, что, допустим, девушка Данте шлюха, или то, что Данте гей, блять, вы хоть понимаете, нахуй, что такое оценочное суждение, ебаные дауны, как я могу вам пруфануть оценочное суждение, блять, свое, по шаблону поведения, который я себе выстроил, девушка Данте шлюха, по шаблону поведения, который я себе выстроил, Данте гей, что в этом непонятного, я не понимаю, это мое оценочное суждение, основанное на моих субъективных, блять, суждениях, опять же, которые я просто высказываю людям, и они с этим соглашаются, никакой клеветы, нихуя антихайп, то есть, если вы в постироне, ебаные, сам перенешаете, что будет, когда я перейду на чистую мета-иронию, блять, это ж просто пиздец, блять, это настолько, я не понимаю, блять, это как если я, допустим, пишу, что я Делорензи, в котором воплотился Гегель, блять, не понять мета-модерн, я не понимаю, блять, что за пиздец, это вот как 2 плюс 2, блять, просто 2 плюс 2, они берут вот это 2 плюс 2, но не говорят, что это 4, они просто говорят, ну 2 плюс 2, ну типа, ну да, и что в этом такого, сука, получается, блять, 4, и большинство высказываний в этих ебаных роликах это ебаная пост-ирония. Медленно переходящая в мета-иронию. И, блядь, понимаешь, мой член, блядь, проникает в ебаную пизду всех ваших мамаш. Понимаете, в чём проблема, блядь? Угадайте, что это сейчас было. Это была чистая правда, блядь. Ебаная... Я не понимаю, нахуй. Просто пиздец, блядь. Это настолько... Какие же самперы, блядь, тупые. Я не понимаю. Я не говорю, что я дохуя умный. Ну, я, блядь, пиздец. Это ж настолько, блядь, нужно быть ебанутым дауном, чтобы это, блядь, не понять. Я сидел, я, блядь, читал то, что мне пишут эти ебаные дебилы. Я понимал то, насколько же всё плохо, блядь, у вас в жизни. Как же вам будет хуёво жить? Это просто пиздец. Ебаная очевиднейшая, блядь, гиперполизация нахуй. Как можно это, блядь, не понять? Я не понимаю. Возможно, возможно, что вы меня заруфлили, сделав так называемую мета-иронию, блядь, на основе моей пост-иронии, которая была в тех роликах, блядь. Но чё-то мне слабо, блядь, в это верится. Ебаный деб... Это охуеть, блядь, я не понимаю. Это настолько тупым, блядь, нужно быть, что просто пиздец. Или когда я руфлю какими-нибудь, блядь, фразами, которые звучали миллиард раз, допустим, фразами, блядь, стасай, как просто. Или, блядь, цитирую ролик не магии про борща и ниху... И, блядь, пиздец, и чуваки на полном серьёзе на это отвечают. Это как, блядь, отвечать на вот этот твичовский руфл по типу дружочек. Ты, видимо, не понял, с кем общаешься, блядь. Вот это твоя клоунская манера... Это как отвечать на эту хуйню. Пиздец, какие же вы ебаные дебилы, блядь, я... Господи, блядь, куда я нахуй попал? Вы на полном серьёзе это или что? Я просто... Я сидел, я думал, блядь, это вы такие дохуя руфлеры? Или просто... Или просто вы не выкупили то, что это была гиперболизация? Блядь, пиздец, насколько же это... Ладно. Сампер, для того, чтобы вы в будущем не ломали себе голову и не думали, блядь, а где постирония, а где, блядь, не постирония, где очевидная гиперболизация, где, блядь, очевидная метаирония, блядь, я просто вам скажу, что... Что-то про вас серьёзное говорить я могу только в сампобзорах, и то я обыграю все ваши пороки в зарисовках. Блядь, вы... Я думаю, что вы ещё и зарисовки очевиднейшее понять не сможете, когда я даже пишу, блядь, что внимание будет зарисовка. Это... Это абсолютный пиздец, блядь. Я просто... Я так рофлил, блядь, это настолько смешно, когда ебаные дебилы нихуя не выкупают. Блядь, это... Это пиздец. Ой, блядь. Насколько же это было? Я даже, блядь, я в какой-то мере корю себя за то, что делаю данный видеоролик, потому что, блядь, это просто пиздец, чуваки. Возможно, возможно, после этого ролика вы у меня... Вы будете мне писать, типа, а ты пруфанишь, что это была пост-ирония, блядь, или то, что это твои оценочные осуждения, блядь... Пиздец. Я просто... Я себя сейчас вот этим роликом, я себя просто, блядь, раскрыл. Я не понимаю, нахуй. Ой, блядь, это настолько смешно, это настолько пиздец, что... Блядь, что... Я не могу, я даже кашлять, блядь, начал. Чуваки, блядь, вы тупые. Вы, блядь, официально тупые. Не выкупить, блядь, очевиднейшую, блядь, гиперполизацию, нахуй. Пиздец. Ой, блядь, я просто, блядь, не... Это пиздец, чувак. Нет, это настолько смешно, блядь, что... Я как вот это вот понимаю, что вы на полном серьёзе, блядь, смотрите вот эти вот ролики и говорите, типа, блядь, у тебя были постановочные голосовые сообщения. Да ну нахуй, блядь! Я же это не знал, блядь. Ой, блядь. Или вы знаете, когда меня называют лицемером, блядь, но при этом чуваки не знают значения данного слова. Лицемер, блядь. Я нахуй лицемер. Пиздец. Да я самый открытый из всех, блядь, открытых людей. Что нахуй? Ладно, ладно. Лицемер это смена мнений. Я официально хочу заявить, что смена мнений, это нормально. Но не тогда, когда тебе за эту самую смену мнений заплатили, блядь. Просто купив твой пердак. Это, это ненормально. Официально заявляю. Но когда ты сменился под влиянием каких-то факторов, я не знаю, которые тебе при этом не платили, там, политической обстановки в стране, блядь, то, что твою мать выебли, то, что умер твой, блядь, отец, то, что у тебя деда на кресте распяли. В этом случае меня есть мнение заебись, но не тогда, когда тебе за это платят, или не тогда, когда тебе это выгодно. Это пиздец. Это полнейший пиздец, блять. Я мог не записывать данный ролик и продолжать над вами рофлить, но я хочу, чтобы вы теперь ломали себе голову. Блять, думая, где пост-ирония, где мета-ирония, где, блять, мета-модерн, где я на полном серьезе говорю, что я Делорензи. Блять, пиздец. Я надеюсь, что вы даже вот этот вот ролик не поймете и будете думать, что я тут рофлю, блять. Пиздец, чуваки. Нет, это настолько смешно. Блять, это невозможно, нахуй. Ой, блять, Ренессанс просто выебал не до самперов. Это охуеть, блять. Я просто не пони... Чуваки, блять, в самом деле, вы, блять, лучше посмотрите там какие-нибудь стендапы, я не знаю. Пиздец. Уровень понятия ваших шуток, это, блять, шутки какого-нибудь Петросяна, блять, на первом канале по типу я рыба, ты пиво, блять. Пиздец. Вы, наверное, только такие шутки выкупаете, потому что я не знаю, блять, настолько я гиперполизировал даже в этом случае. А что будет, когда я не буду гиперполизировать? Что будет, когда я просто буду говорить что-то на серьезных щах, а это окажется, блять, пост-ирония. Что вы будете делать тогда, уебки? Это ж я в данном случае только гиперполиз... Блять. Мне страшно представить, как вы на улицу, блять. Мне страшно представить то, как вы пользуетесь, блять, столовыми приборами. Вы же возьмете вилку, блять, не поймете, как я есть, и выколите себе глаз нахуй. Потому что, сука, это дико смешно. Это настолько смешно. И лучше бы я вам про это не рассказывал, про то, что я, блять, рофлю. Чтобы вы дальше не понимали то, насколько же вы, блять, смешны. Это пиздец, чуваки. Это в самом деле, блять, пиздец. Пожалуйста, походите на курсы, там, я не знаю, рофлинга какого-нибудь или на курсы пост-иронии. Для того, чтобы, блять, хоть что-то в этой жизни выкупать. Хоть немного, блять. Ну, хоть немного вы, сука, научитесь выкупать ебаную, ну, даже простейшую, сука, гиперполизацию. Я не знаю. Послушайте треки Славы КПСС. На... Посмотрите, блять, его батлы. Ну, я не знаю, сука, ну, как можно быть таким тупым? Как можно быть такими тупыми, блять? Блять, это невозможно. Это настолько смешно. Это просто пиздец, блять, сампер. Вы меня с каждым днём удивляете всё больше и больше. Я... Я просто уже не знаю, блять, что вам можно такое сказать, чтобы вы, блять, поняли, что это в самом деле была... Была пост-ирония, что это был, блять, всё рофл. Я не понимаю, блять. Я просто нахуй не понимаю, что с вами, сука, со всеми, блять, не так. Ну, это ж очевидная вещь. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Рофлите почаще. Надеюсь, что каждый ваш новый день будет начинаться с пост-ироничной фразы. Всем пока.